Спасибо, что напомнили эту тему про каноны, потому что я о ней еще хотел сказать, что каноны являются ориентированными для нас. Среди тех людей, которые стремятся размывать понятие авторитетов в церкви, очень много идет нападок на каноны церкви, какое-то пренебрежительное отношение к ним, утверждение, что они уже устарели, неактуальны и так далее. И все это путь к тому, чтобы просто перестать быть православными. Потому что если мы отбросим канон, то тогда на основании чего мы будем понимать, где что хорошо, а где что плохо. При этом, что забавно, вот эти же люди, которые зачастую выступают против канонов, когда они им неудобны, когда какой-то конкретный канон им неудобен, эти же люди сразу же начинают ссылаться на каноны, когда им это становится удобно. Вот я нахожу такую позицию непоследовательной и неправильной. Конечно, могут сказать, вот там по канонам, допустим, предписано, что там за какой-то грех надо отлучать на 7 лет, за какой-то грех на 20 лет, у нас уже сейчас никого там не отлучают и так далее. Конечно, есть, ну и раньше был в церкви некоторый зазор, да, между правилом и между той жизнью, которая была на практике. Но это не может быть, вот это наше противоречие нашей практике, нашей жизни каноном, на мой взгляд, не может быть основанием для того, чтобы отвергнуть каноны в целом. Каноны в любом случае, даже те, где говорится там про эти 7 лет и так далее, они указывают нам, что такое хорошо, что такое плохо. Да, мы можем, допустим, вы, как будущие пастыри, вы можете по снисхождению не налагать на согрешившего, например, предписанное каноном наказание. Но на основании этого канона вы можете ему сказать, дорогой, это грех, то, что ты совершил, это неправильно. Если же убрать каноны, тогда вообще разделение правильного и неправильного теряется. И люди же сами от этого будут в итоге страдать. Многие воспринимают сейчас вот эти каноны, как, знаете, какое-то ермо, которое нужно сбросить с шеи, какие-то вот такие границы, которые вот нас стесняют, а вот без них бы мы зажили. И такое возникает впечатление, когда слушаешь таких людей, что как будто вот святые отцы там собирались на вселенских соборах и просто думали, как бы нам усложнить жизнь для людей. Давай-ка придумаем нашим потомкам проблем побольше. На самом деле наоборот. Это опыт церкви, что если ты не будешь этого делать, у тебя будут проблемы. И я тоже вот с этим сталкивался многократно. Причем, что примечательно, это, кажется, в прошлом году там в Фейсбуке начали распространять тоже такие подборки, именно вот показать, что там вы говорите про каноны, а на самом деле, что там эти каноны там соблюдать, что ли, сейчас какая-то там нелепица. И там вот провонили каноны. Я, честно говоря, читал их и думал, да, а почему бы они соблюдать? Да, это было бы правильно и хорошо и полезно их соблюдать. Там, например, канон о том, что там мужчина не должен ночевать в женском монастыре, там женщина должна в мужском монастыре ночевать. А что плохого соблюдать этот канон? Я знаю, как много проблем бы ушло у нас из нашей реальности, если бы мы этот канон соблюдали. И другие каноны, которые нарушаются сейчас, мы сами страдаем из-за их нарушений. Опять же, ну вот, я понимаю, может быть, не знаю, может даже кому-то не понравится, что я скажу, но вот вам, семинаристам могу сказать, каноны есть, а рукоположение, вы знаете, да, в диаконах 25 лет, в священниках в 30 лет. Неоднократно повторен канонический возраст. И, конечно, в силу там разных обстоятельств в советское время тоже вынуждены были там нарушать эти каноны, не было там священников, не хватало пасты и так далее. Но ведь когда-то должно наступить такое время, когда мы все-таки будем соблюдать эти каноны. Потому что очень много, очень много, кто был рукоположен с нарушением канонического этого возраста, потом становились проблемой для церкви и сами для себя тоже, так сказать, становились проблемой. Потому что не каждый человек в 22 года готов к тому, чтобы стать пастырем. Я не хочу сейчас говорить или бросать тень на тех пастырей, которые были рукоположены раньше канонического срока. Но я знаю, у меня, например, есть знакомый, которого в 19 лет рукоположили в священный санкт. Еще одного знаю, которого тоже очень рано рукоположили. Все они говорят, хотя это хорошие священники, но все они говорят, что если бы, так сказать, прожить жизнь заново, они бы отложили свою хератонию. Они сами настрадались из-за своей ранней хератонии. Но они, да, слава Богу, несмотря на то, что настрадались, выдержали и стали хорошими пастырями. А кто пошел куда богоположили, вовсе ушли из церкви, сняли себя сам, стали там не пойми кем и так далее. И такая ситуация, когда там парень 22 года заканчивает семинарию, ну вроде бы это готовился на священник, ну так давай становись священником, а у него еще и жены нет. Так, ну, значит, надо искать под хератонию себя кого-нибудь быстрее и быстрее. Ой, сколько из-за этого разных нехороших потом искушений происходит, и трагедии и так далее. Бывают, конечно, примеры хорошие, за которых можно только порадоваться. Бывают очень скороспелые браки, в которых и матушка духовно незрелая, и батюшка на руку положенный духовно незрелый. Поэтому, не знаю, я бы рекомендовал как-то, если есть возможность, все-таки не спешить. Не отходить от церкви после семинарии, трудиться в церкви, но если есть возможность, все-таки не спешить с этим. Ну, опять же говоря, комоново.